Какая страна начала Вторую мировую войну? Сука. Вторая мировая сейчас, я знаю. Это под Европой где-то, сейчас. Добрый вечер, уважаемые телерадиослушатели. Меня зовут Евгений Ширяев. И это передача «Вопросы за...» Бобосы. Ты смотрел? Да. Как зовут тебя? Артём. Ответив правильно на 5 очень простых вопросов, ну очень простых, 1000 рублей получишь. Сегодня я буду задавать вопросы, которые посвящаются чему? Чему? Какое сегодня число? 6 мая. Дню Победы. Ты шаришь? Чуть-чуть. Сколько тебе годиков? 16. Я такую тему выбрал, потому что... Надо помнить, гордиться тем, что было. Надо понимать, что это было. Это уважение к дедам, бабушкам. И в принципе, это прошлое. Это надо знать, надо помнить и уважать. Первый вопрос. Какая страна начала Вторую мировую войну? Сука. Вторая мировая сейчас, я знаю. Это под Европой где-то. Сейчас. Германия. Браво. Какую первую страну атаковала Германия? На М. Забыл, как называется страна. Массивы, Мальдивы. Не помню, как называется. Мальдивы? Не, не Мальдивы. Не Мальдивы. Там далеко, куда Мальдивы. Это как называется-то, а? На М точно. А вот как полость называется, я уже не вспомнил. На П. На П? Польша? Да. Какой день отмечается как День Победы в России? 9 мая, как День Победы. Ну все, все правильно. Кто был лидером СССР во время Второй мировой войны? Сталин. Я вижу, ты соображаешь. Какое событие вызвало вступление США в войну Вторую мировую? Вступление США в Вторую мировую войну? Что такое случилось, что они осознали, что им нужно тоже подключиться к этому событию? Атаковали Финляндию вроде, и поэтому они тоже начали защищать Финляндию? Нет. Что такое? Нет? Нет. Ах ты гад. Они, не вы. Не знаю тогда. Не знаешь? Ладно, что тебя мучить. Да, тоже верно. Перл-Харбор. Перл-Харбор, что ли? Перл-Харбор. Это что? Перл-Харбор? Сигареты такие? Нет, Перл-Харбор это такое место, которое разбомбили епошки. Ага. И они тоже решили приключиться, а? Да. Вот они, молодцы. Ладно, спасибо за участие. Угу. Так, стоим на одном месте и не сходим никуда. Как тебя зовут? Гоша. Гоша? Георгий. Меня зовут Евгений. Это передача «Вопросы за бабосы». Сейчас я буду задавать тебе вопросы на тему. На тему. А ну-ка, хулиган, иди сюда. Я испугался, даже не повернулся. Так, на тему 9 мая что? День победы. Вот и все, вот на эту тему. Как ты думаешь, почему я снимаю это видео? Ну, потому что праздник движется, и, ну, чтобы все знали тоже, ну. Зачем надо знать об этом? Ну, потому что мы живем в России, и это великая... Ну, эта дата очень значимая для всей страны. Почему? Ну, потому что мы победили в войне. Ну, освободили, скажем, город Санкт-Петербург от блокады, и это считается значимой датой. Почему такое надо знать поколениям? Потому что за счет героев, которые защитили нас в этот день, мы живем сейчас. И, в целом, это история нашего города, и это важно знать. Ну, и страны. Ну, да, да. И мира. Мира. И мира. И мира. И лично я снимаю это видео ради мира. Ради мира. Для того, чтобы люди помнили о том, что за страх происходил, и делали все для того, чтобы такого никогда больше не происходило. Это правильно. Для этого я делаю это видео. Надеюсь, меня за это не накажут. Какая война является самой кровопролитной в истории человечества? Вот знайте, знайте. Вторая мировая война. Все верно. Сколько людей примерно погибло во время Великой Отечественной войны? Во всем мире или как? Во время Великой Отечественной войны. А, Великой, извините. Ну, мне кажется, около 11 миллионов, где-то так, или больше. Давай я придумаю варианты ответов. Давайте. Итак, это примерно 5-7 миллионов. Мне кажется. Примерно 10-15. Примерно 25-28. Примерно 36. Ну, мне кажется, где-то 28 миллионов погибло. 27 примерно миллионов. Точно сказать невозможно. Людей погибло во время Великой Отечественной войны. Какой город был освобожден в результате Сталинградской битвы? Сталинград. Это правильный ответ. И вопрос последний. Ответив на него, ты получаешь тысячу рублей. В каком году началась Великая Отечественная война? В 1941 году. Это очень правильный ответ. Сколько тебе лет? 14. Пожалуйста, это ваше заслуженное тысяча рублей. Спасибо большое за участие. Пока. Удачи. Счастливо. Как зовут тебя? Меня зовут Владис. Как? Владис. Владис? Да. Как Владис Пельш? Нет. Сколько тебе лет? Мне 25. Ты очень взрослый человек. Это точно. А у нас сегодня очень простые вопросы. Да. Они посвящаются 9 мая. Это интересно. Интересно. Я всегда смотрел вашу программу и думал, как же там тупят люди. И сейчас мне кажется, что я впервые в это попал и тоже буду очень сильно тупить. Не получится. Потому что очень простые вопросы. Проще быть не может. Ну, поехали. 9 мая. Да? Была Вторая мировая война. Да. Великая Отечественная. Ужас. Ужас. В это время погибло максимальное количество людей. Это ужасно. О чем это говорит? О чем это говорит? Наверное, не повторять ошибок в прошлом. Поехали. Поехали. Когда началась Вторая мировая война? Вторая мировая в 1939 году. Это браво. В каком году закончилась Вторая мировая война? В 1945. Видишь, я говорю, очень простые вопросы. Какой альянс, поехали, да, объединил СССР, США и Великобританию во время войны? Ленд-лис? Нет, это так. Еще раз. Такой альянс. Альянс, да. А я не знаю. Ну, был ленд-лис точно. Таких слов, к сожалению, увы, я не знаю. Но это то, что поставка вооружения была. Так, альянс. Я даже... Какая-то там коалиция. Коалиция. Блин, я... Ну, какая может быть коалиция? Военная коалиция. Против кого? Против. Антикиллер смотрел? Нет. Я тоже. Но если мы возьмем антикиллер, коалицию и Гитлера, получится... Антифашистская... Анти... Антигерманская анти... А кто там был мужик у них? Я его назвал имя, потому что... Антигитлеровская коалиция. Да, все. Действительно? Все, да. Все. Ну, на языку вертится все равно. Вертится, но... Да? Как будто бы очевидно, но... Ну, понятно. Сложный вопрос. Какая страна была первой, кто объявил войну Германии? То есть, получается, что сначала Германия... Что-то сделала. Великобритания, наверное. Ну, это абсолютное браво. После того, как немцы напали на Польшу, Великобритания... Приглазь для Польши. Приглазь и говорит, мы тогда будем с вами. Логично. Все логично. Попологично. Как называлась организация, основанная после войны для обеспечения мира и безопасности? Немного некорректно, потому что был Варшавский договор, было НАТО, Организация Объединенных Наций. Но их много появилось. Ну, тут какой-то ответ-то должно же все-таки нам дать. Ну, тогда ООН. 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 Да, ООН. Все, это браво. Спасибо. Так, прикосновения. Передай привет кому-нибудь. Своей жене Венере. Венера, привет. Подержишь колбасочку? Да, конечно. А, реально, за это деньги? Ты говорил, ты смотрел эту передачу. Я смотрел, да. Я там не давал деньги? Ну, я думал, что... Что это пранк? Спасибо, да. Сейчас выключится камера, отдашь мне их обратно. Споем песню какую-нибудь, может? Да. Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь. Всем мир, всем everybody, всем небольшое together, и немножечко, чтобы было бекоза, всем там и сям. Спасибо. Это был Евгений Ширяев. 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 Это Евгений Ширяев. Это была передача. Подписывайтесь зачем-то на мой телеграм-канал. Ну, зачем-то подпишитесь туда, и будет все елочку. Все. Спасибо, пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!